В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте, смотрите сегодня. Машину выбросило на тротуар, прямо на человека. В левобережье Новосибирска пешеход погиб из-за ошибки автомобилиста. Подумал, что ремонт не потянет, сел в машину и уехал. Неизвестный мужчина разбил чужой припаркованный автомобиль. Теперь лихач в розыске. Перехватили автобус, следовавший в Томск, и развернули его в обратном направлении. Инспекторы помогли людям, которые застряли на трассе в непогоду. По традиции, начинаем выпуск со сводки аварийности. За минувшие выходные в регионе произошли две смертельные аварии. Первый инцидент зафиксировали в Новосибирском районе области. По предварительной информации, аварию спровоцировал пьяный лихач. Уже установлено, что за рулем Тойоты был 37-летний мужчина. В салоне Камри также сидели два его приятеля. В какой-то момент автомобилист, судя по всему, поддал газу, но потерял контроль над управлением. Легковушка на скорости врезалась в попутный КамАЗ. Удар был такой силы, что переднюю часть корпуса иномарки разорвало на части. Пассажир этого автомобиля погиб мгновенно. Водитель и еще один мужчина получили многочисленные травмы. Тест на трезвость автолюбитель не прошел. Алкотестер выдал результат 0,0550 промилле. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновнику ДТП грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Роковое стечение обстоятельств. В Ленинском районе Новосибирска пешеход погибло, не нарушая правил дорожного движения и даже не находясь на проезжей части. На улице Хилокска иномарка сбила человека прямо на тротуаре. В ГИБДД рассказали, водитель Лексуса не смог удержать руль. Неуправляемая машина на скорости вылетела навстречу. Протаранила Ниссан, затем продолжила движение в пешеходной зоне, где зацепила 51-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее экстренно доставили в больницу, но медики оказались бессильны. Еще одно серьезное происшествие зафиксировали в железнодорожном районе мегаполиса. Восьмилетняя девочка угодила под колеса Ниссана, когда переходила проезжую часть. Кто именно спровоцировал ДТП, сейчас устанавливают инспекторы. Очевидцы говорят, что школьница шла по правилам. А владелец ТИДы внезапно появился из-за поворота и не притормозил перед разметкой. От удара девочку отбросила на пару метров в сторону. Ее доставили в лечебное учреждение с травмой различной степени тяжести. Сам автомобилист утверждает, что не нарушал. Если его вину докажут, мужчине грозит лишение прав. Очередной дорожный инцидент с участием общественного транспорта случился в Зайльцовском районе Новосибирска. Шофер Лихач настолько разогнал машину, что не успел остановиться перед стоящей фурой. Водитель 25-й маршрутки следовал в сторону улицы Георгия Коланды. В салоне находились шесть человек. Они уверяют, их перевозчик выбрал аварийно-опасную манеру езды. Превышал скорость и играл в так называемые шашки. В момент очередного перестроения он не заметил, что впереди на его полосе стоит грузовик. Маршрутка на скорости врезалась в Вольво. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «Газели». Сейчас их жизни ничего не угрожает. Кадрами еще одной аварии в социальных сетях поделился очевидец на левом берегу Новосибирска на парковке торгового центра. Отечественный автомобиль протаранил стену здания. Со слов свидетелей, водитель перепутал педали газа и тормоза. Вместо того, чтобы остановиться на перекрестке, он, наоборот, ускорился и врезался в бетонную стену. Автомобилисту повезло, серьезных травм он не получил. Инцидент оформили как ДТП с материальным ущербом. В момент другого столкновения зафиксировали уличные камеры. Автолюбитель разбил припаркованную легковушку и скрылся с места происшествия. О том, что за ним наблюдают, мужчина, вероятно, не подумал. Инцидент произошел по адресу Ипподромская, 50А, корпус 1. Пользователи социальных сетей предположили, что водитель Лексуса был пьян. Иначе не объяснить, почему он не справился с управлением на ровном участке достаточно широкой дороги. Сразу после удара автомобилист вышел на улицу. Оценил ущерб, затем сел обратно и скрылся в неизвестном направлении. Если вы узнали героя ролика или у вас есть данные, где его можно найти, напишите нам на редакционный WhatsApp, по номеру, который указан на экране. Анонимность гарантируем. К другим темам. Региональные инспекторы ДПС помогли водителю и пассажирам рейсового автобуса, которые застряли на областной трассе по пути в Новосибирск. Трансфер ехал из Томска в Новосибирск. В салоне, кроме водителя, были 16 взрослых пассажиров и один ребенок. На 70-м километре трассы Р-255 у автобуса вышла из строя система электроопорудования. Починить поломку самостоятельно у водителя не получилось. На помощь подоспели полицейские. Они остановили автобус, который следовал в Томск. Попросили водителя развернуться и отвезти замерзающих пассажиров в мегаполис. Семью с ребенком пересадили в патрульный автомобиль. До Новосибирска они добрались следующим рейсом спустя час. Сломанный автобус отбуксировали на СТО. Никто не пострадал. А в завершении программы традиционная рубрика «Две беды». Это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов машины и уличных камер наблюдения. Будьте внимательны на дороге и учитесь на чужих ошибках, чтобы не совершать свои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС.